Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова Обычные вопросы, которые задают все те, кто не особо следил с самого начала за нашим творчеством. И все равно понятно, что обычные люди вот так, но они не понимают, как вот так можно взять и дозвониться до президента, до Порошенко какого-нибудь, или до зарубежного лидера, или даже какого-нибудь конгрессмена США. Это кажется вообще что-то невообразимое. Тем более, когда у нас, к сожалению, многие граждане даже не могут дозвониться в собственный ЖЭК и починить, чтобы пришел мастер, починил трубу или что-то с водой сделал. Но мы рассказываем все как есть, и даже написали об этом целую книгу. Не просто какие-то там разговоры о расшифровке, а именно наша история, с чего все началось, вот это все развитие. Так вот расскажите, наверное, нам и нашим телезрителям тоже, которые знакомы с вашим творчеством, а может быть и те, которые не знакомы. С чего все началось, и вообще вот, кто такие пранкеры и зачем они нужны? Вот такой вопрос, скажите. Ну, это такой же вопрос, зачем нужны журналисты или остальные блогеры, кто освещает общественную жизнь. Мы делаем, по сути, то же самое. Все началось с обычных развлечений. Ну, скажем так, все, наверное, когда-то любили звонить по телефону и разыгрывать кого-то. Но в нашем случае это переросло гораздо в большее значение. И поскольку мы уже выросли из этого возраста, а навыки остались, мы решили их совместить. И в итоге, в принципе, выполняем такой микс, в каком-то плане освещаем те вопросы, которые интересны обществу. Это можно отчасти назвать как раз пранк-журналистикой, жанр, который не принадлежит ни журналистике, ни пранку, но в том числе, но в то же время он, скажем так, у него цели, по сути, такие совмещают и то, и то. Откуда вообще идея пришла? Я так понимаю, вы давно вместе, да, вы давно знакомы. Если это были, да, начиналось все с каких-то розыгрышей, может быть, это даже был какой-то юный возраст, как все начиналось. Нет, мы так далеко не заходили. Совместная деятельность у нас где-то с 2014 года. Вот именно как раз произошло, наверное, на фоне событий на Украине, Донбасс, Крым. Все это было такой отправной точкой для полностью перехода в политический пранк. Хотя и до этого у нас были много вещей именно по политической тематике. Но и Украина, и опыт некого присутствия там, потому что у нас были и записи с политиками, и какими-то звездами футбола. Артем Милевский, знаменитый футболист был. То есть опыт некий был. Ну и, соответственно, вот когда произошли события, наверное, эти события никого не оставили равнодушными. Ну и мы решили как-то с помощью собственных сил пролить свет на те или иные события и вообще посмотреть на вот этих новых персонажей, которые пришли к власти на Украине, что они себя представляют. И вообще самостоятельно ли они или действуют под чем-то командованием. Ну, это, наверное, было такой вот отправной точкой к переходу в политический пранк. Ну, к сожалению, нельзя назвать нас, не знаю, к сожалению или нет, нельзя назвать нас пранкерами, потому что именно сейчас пранк — это просто розыгрыш. И очень много в интернете, в Ютубе, например, каких-то видеопранков, когда, ну, это именно развлечение, когда там ребята бегают, что-то там бросают друг друга, смотрят на какую-то реакцию. Где-то это уже чистое хулиганство, там, когда пакеты на голову надевают. И как-то не хочется тоже быть, ну, понятно, у нас несколько, все-таки другой формат и даже просто телефонный. Вот. И деятельность, да, сродни журналистской, но, конечно, мы, есть свои особенности. Понятно, что журналисты не могут позвонить, представиться там совсем другим человеком, потому что это было бы неправильно, это не классическая журналистика. Вот. Ну, мы, не являясь журналистами, но соединяем вот этот формат, формат пранка, формат журналистики, потому что необходимо готовиться так же, как эта работа, сродни вот именно подготовка. Изучаем тему, вопросы. Если это межгосударственные отношения, то, естественно, отношения между странами, какие встречи там на высшем уровне, о чем говорилось. Актуальные вопросы, какая-то острая тематика. Планируем, как будет проходить беседа, с чего мы начинаем, какие могут быть повороты. И, конечно, продумать полностью беседу нельзя. Там во многом это импровизация также бывает. Ну, и в конце, конечно, мы стараемся ставить какую-то шутку, ставить. Ну, если разговор уж слишком серьезный, то можно как-то вывести собеседника уже провокационными какими-то вещами. Ну, или бывают совсем, конечно, у нас спикеры сомнительные, когда сам разговор построен уже даже не на шутке, а на каком-то сюре, абсурде, а человек на другой стороне воспринимает это всерьез. Ну, это уж какая-то, к сожалению, трагикомедия получается. И все-таки как это все происходит? Подготовка, да, определение? Как вы вообще определяете, скажем так, кто следующая жертва? Ну, если можно так сказать, да? Ну, определяется это исходя из того, кто сейчас представляет интерес для общества, для нашего, для мирового. И уже мы сами понимаем, с кем бы мы хотели пообщаться в ближайшее время. Что-то случается в мире, что-то происходит. Ну, и хочется, наверное, получить ответы на эти вопросы. И дальше уже идет стадия подготовки, стадия работы над вопросами и основные организационные моменты. Они организационные, как правило, неинтересны, но они самые сложные. Потому что составить вопрос там для подобного разговора, это... Здесь, мне кажется, ничего сложного нет. А что касается именно добраться до человека, то здесь очень плодотворная работа, этап согласования. И этот этап, он там не дает стопроцентной гарантии, что мы до человека дозвонимся. Поэтому... А основная цель звонков? И о чем, скажем так, можно говорить? И на какие, может быть, вопросы есть табу, если они есть? Ну, цель, понятно, чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы и в дальнейшем сделать их достоянием общественности. А что касается табу, ну, это обычные морально-этические ограничения, которые есть в нашем обществе. Частная жизнь, например. Мы не интересуемся такими вопросами. Кроме частной жизни, что еще можете не обсуждать? Ну, скорее, проще сказать, что мы обсуждаем. Что обсуждаем, да. Это, в принципе, общественно-политическая повестка, проблемы отношений между странами, отношения с Западом, НАТО, ЕС, Россия. Вот, в принципе, весь этот комплекс. Ваши первые собеседники, вот, если можно по очереди. Первые звонки, которые вы осуществили, кто были эти люди? И, может быть, именно те, которые произвели впечатление как-то особенно? Ну, уже никто не производил впечатление. Впечатление, да. А впервые? Впервые? Ну, впервые трудно как-то тоже назвать. Впервые, вот у меня были, наверное, звезды шоу-бизнеса. Ну, тогда это не было какой-то цели, не было там какой-то гражданской позиции. Просто было такое развлечение, позвонить. А я, это же как бы не мое тоже изобретение. Я нашел в интернете еще довольно давно записи вот с пранками со звездами шоу-бизнеса. Ксения Собчак, Боря Моисеев, Киркоров. Ну, в принципе, такие вот люди, которые всех, все знают. И я был как-то несколько удивлен, что в ответ на, ну, пускай провокационные, может быть, даже глупые вопросы, там, пранкеров, звезды почему-то, ну, не бросают трубку, не кладут, не перестают общаться, а там начинают материть, угрожать расправой и прочее, прочее. Ну, как-то я подумал, ну, как это может быть? Вот я смотрю, например, там, известная балерина Волочкова. Вот она по телевизору рассказывает о морали, нравственности. А здесь в разговоре обсуждает, там, делюшку денег, там, за концерты какие-то. Типа, я вам сделаю благотворительный концерт, но за это вы мне тайно устроите еще парочку платных. То есть, такое за кулиси. И как-то стало интересно, стал слушать. И через какое-то время подумал, ну, может быть, сам попробую что-то сделать. Вот, а первое, даже, трудно даже сказать, что-то просто очень много уже всех было. И звезды, и потом социальные пранки, пранки с коллекторами, которые достают людей с аферистами. Пранки с мошенниками, которые, ну, по темам, что вот ваша карта заблокирована, там, или сын попал в полицию. Вот тоже интересно было разоблачать этих персонажей, выкладываешь в интернет и показываешь просто людям, как работают эти шарлатаны, чтобы они просто не ошибались, не попадались на удочку и показывали своим, может, там, родителям, которые, ну, не понимают там силу каких-то причин, схемы вот эти показывали, что вот как же это все на самом деле происходит, не надо попадаться на это. И постепенно был такой переход именно к... Был спортивный пранк, а где-то, наверное, с 2012-го вот пошли такие уже первые ростки политического пранка. Ну и, да, 2014-й год – это отправная точка, когда мы решили заняться именно, перейти полностью в эту сферу. Из политиков кто интересный был? Ну, тут сложно перечислить всех. Есть определенные люди, которые вызывают интересы у СМИ. Такие люди, наверное, как Эрдоган, Борис Джонсон, там, Ники Хейли, там, Маккейн еще тогда живой был, Порошенко, безусловно, Саакашвили. Мы с ним много общались. Вот. Ну, европейские политики тоже кто-то из них, там, как Юнкер, там, Магерини. Ну, в принципе, они все на слуху, они все интересны. Расскажите о системе. То есть это не пародирование какое-то. То есть вот расскажите, каким образом происходит это общение. И на самом деле, что вот человек, который на, скажем так, том конце провода, вот прям реально верит, что с ним разговаривает некий, да, представившийся оппонент. Расскажите. Ну, звонки бывают темы по-разному. Если мы звоним каким-то иностранным политикам, то, допустим, ну, мы звоним от Украины, от Польши, например. Сейчас от Украины понятно, что там, они сейчас, ну, они были раньше, по крайней мере, очень хорошо любили поговорить с украинскими политиками. Сейчас, конечно, уже нет. Вот. И сама... Люди почему-то думают, что вот у нас откуда-то прямые мобильные номера. Мы набираем трубку, говорим, здравствуйте, там, это президент Порошенко. И сразу, а, там, мистер Порошенко, давайте общаться. Но так никто не делает. И мы выходим на помощников, на секретарей. Есть специальный кабинет, там, политика, который занимается именно его повесткой, его расписанием. Отправляем запрос по электронной почте. Но не просто там хотим поговорить, а тема беседы какая, наши контакты. То есть, ну, такой нормальный официальный запрос. Вот. И в течение... Но изначально вы представляетесь как помощники, допустим, некого там, да, человека. Да, да, да. Но ваши номера телефона, они же тоже где-то высвечиваются. Понятно, откуда вы звоните, где вы находитесь. Да, непосредственно. Ну, у нас есть номера. То есть, как бы, и даже если мы оставляем американский номер, они могут позвонить на этот номер американский, но попадут на российский номер и на переадресацию. Все подготовлено, сделано так, что никто ничего не поймет и не догадается. Конечно, тут можно и легко проверить. И так часто были такие проколы, когда, ну, там, офис проверяет, может связаться с реальным посольством Украины в США, спросить, а вот пытаются ли эти люди действительно они такие, кем представляются с нами связаться или нет. Конечно, бывают и проколы. И что тут говорить, понятно, что мы не всесильные. И, ну, где-то получается весьма неплохо. Бывают какие-то комичные истории, когда вот ты так же общаешься там с секретарем. И сначала там идет переписка. Да, все хорошо, но сейчас, вот как у нас было с Ники Хейли, спецпредставителем США в ООН, ее помощница нам написала, что да, с вами поговорят, но сейчас в Ники она не в США находится, как прилетит, сразу пообщается. Мы ответили, а когда это случится, давайте наметим дату. Нам никто не ответил. Вот, ну, мы подумали, может быть, они раскрыли, связались, как бы поняли, что это не, там, не, 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 не Польша, по-моему, от Польши звонили. Вот, но и буквально через неделю что-то в голову приходит, а может повторный запрос сделаем тот же самый, пишем. И буквально через пару часов ответ от помощницы, ой, простите, я про вас забыла, Ники Хейли, она прилетела, давайте определим дату. И случился разговор. Вообще, то есть, я так понимаю, вот эти вот договоренности занимают большую часть времени, да, получается? И сколько они могут вот длиться по времени? От дня до недели где-то. То есть в течение недели, да, может быть? Две недели, может быть. Может, и две, может, день, может, за один, там, час. Была история с конгрессменом Адамом Шифом, американский конгрессмен-демократ, чтобы на него выйти, он как раз руководил расследованием в отношении России, и, там, о вмешательстве России в выборы и со связях, якобы, с Трампом. Вот, и чтобы с ним пообщаться, мы, у нас была легенда, что, якобы, у нас есть информация от СБУ о том, что как раз Трамп причастен к заговору, и он, там, марионетка Путина. Вот, и, значит, мы связались с его помощниками также, но он не захотел первоначально с нами общаться, и мы общались с его людьми, которые работают, ну, в этом комитете его по расследованию, которые не конгрессмены, а они работают на него и занимаются этим опросом. Вот, ну, был такой даже конференц-звонок, но мы так в общих чертах обрисовали ситуацию, сказали, что, как бы, главную, основную, основную данную мы дадим только господину Шифу. Вот, и, пожалуйста, организуйте этот разговор, да, и, действительно, через неделю вот он сам вышел на контакт. То есть, я так понимаю, есть нарезка некоторая, да, нарезка каких-то фраз определенных, да, как составляется разговор, то есть голос все-таки, он же не поделывается, человеку, который звонит? Нет. Каким образом это происходит? Ну, мы просто звоним и общаемся. Своим голосом? Ну, конечно. То есть, а человек, который на том конце провода, он не понимает, что это звонит, например, вот как министру обороны, что это не Порошенко с ним разговаривает? С ним Порошенко, да. Но в данном случае это была какая-то нарезка, да? Да, да. То есть, когда-то бывают нарезки, когда-то бывает свой голос, да? В основном свой. В основном свой. Ну, просто мы выбираем же не лучших друзей каких-то или не персонажей, которые постоянно общаются и на короткой ноге, да. Понятно, что у некоторых политиков есть даже номера телефонов личные. Тут, что там Порошенко, может, у него быть какие-то номера телефонов других президентов. Ну, если брать каких-то иностранцев, да, мы звоним от тех политиков, с которыми они, может быть, виделись там раз, два где-то на совместных встречах. Но, конечно, никто голос этот не запомнит. И, ну, это просто ему не надо запоминать голос. Вот поэтому в этих случаях... Тут, наверное, я бы даже сказал, главное — это согласовать сам звонок, дату, время, место, а уже разговор, когда все в порядке, и уже политик думает, что, соответственно, он разговаривает с тем человеком, кем ты и представился. И он не будет вслушиваться или проверять как-то там отцены. Да, он уже подготовился к конкретному разговору и уже, конечно, верит. А разоблачения были прямо в процессе разговора, когда говорили, что-то нет? Наверное, это не тот человек, который мы представились. Ну, бывало. Ну, это редкость, конечно. Но это сразу понятно, когда человек говорит, что это не тот голос. Ну, и все. И разговор заканчивался? Заканчивался. — Проблемы были какие-то и когда-то после того, как поняли, кто звонил, и что это там уже, да, общественность прочитала, послушала все эти разговоры? — У нас лично не было. — Нас только внесли на некий сайт миротворец, но... — Ну, это со стороны украины. — Но это не проблема, я считаю. — Так, в принципе, никаких там, может быть, угрозы или... — Ну, и угрозы — это тоже не проблема. — Но угрозы были, я так понимаю. — Ну, это что, серьезно. — Для вас они не проблемы, но самым... — Нет, конечно. — Но они непременно были, то есть, да, угрозы? — Были, ну... — То есть, работа, скажем, такая... — Ну, даже просто пишут какие-то не совсем адекватные люди в социальные сети или там в комментариях, но это в интернете довольно обыденная вещь, когда несколько нездоровые люди, причем открываешь их аккаунт, там видно, что страна Украины, потому что из каких-то из... Например, та же самая Америка, вот если взять, то вполне у обычных людей, судя по комментариям, когда мы делаем какие-то англоязычные пранки, там вполне нормальная реакция, никто не пишет, что вас там купила ФСБ, Путин там за вами стоит, хотя американская пресса, она подчас так и выдает наши некоторые вещи, что... ну, они не пишут напрямую, как украинские СМИ, им уже, в принципе, терять нечем украинским СМИ, а американцы пишут, ну, вот они звонят по российской повестке, вполне возможно, что вот они работают на Путина, на ФСБ, вот, но если брать аудиторию, то в комментариях я, когда смотрю YouTube, то, в принципе, каких-то вот таких конспирологических безумных версий нет, только бредни пишут наши коллеги с... Ну, вообще, поддержка есть какая-то? Кто-то, скажем так, может стоять за вами, кто-то может там как-то помогать где-то в каких-то нюансах, если нужна помощь? Или это такая вот, как вы считаете, безобидная такая вот работа, которой вы занимаетесь, и ничего такого страшного, опасного нет в этом? Ну, мы привыкли просто этим заниматься. Моральная поддержка есть. Моральная поддержка — это самое главное, нам достаточно. Вы получаете удовольствие от того, чем вы занимаетесь? Ну да, пока еще небольшое. Я думаю, что если бы мы удовольствие не получали, мы бы этим не занимались, и, в принципе, не были... Ну, и публичности бы не представляли какие-то наши новые истории. Поэтому, да, нам это нравится, мы себя реализуем, идем дальше. Дальше что может быть? Вот, например, в ближайшее время что-то уже есть? Какие-то определенные люди, кому вы собираетесь позвонить? Мы же не будем вам сразу об этом говорить. Ну, в планах, то есть подготовка есть, да? То есть работаете, работаете постоянно? Мы попутно даже сейчас. То есть основной вид деятельности, работа, вот вы занимаетесь этим? То есть ежедневная как бы вот такая... Ну, не то, что ежедневная, вы так думаете, что мы там сидим сутками напролёт. То есть есть увлечение, есть вот работа основная. Для вас это что больше? Основная деятельность. У нас масса, мы разносторонние люди, поэтому... Вот книги пишем периодически. Тоже как вариант, тоже, чтобы передать информацию. Кто-то может читать, кто-то может смотреть. Ну, да. Общественной деятельностью занимаемся. Входим в экспертный совет по информполитике при Госдуме. Обращаются с просьбой научить. Научите вот быть таким, как вы. Нет, научить нет. Отказываете или не обращаются? Ну, я просто не вижу смысла кого-то учить, потому что мы за него ручаться не будем. Гарантии давать, что чему мы научим, хорошему или плохому. Как этот человек будет использовать? Ну да, я в этом смысла как бы пока что не вижу. А если у человека есть какое-то дельное предложение, ну мы всегда услушиваем. Наоборот, я вам, например, говорю, не надо этими вещами заниматься. Оставьте это дело нам. А обращаются по-разному. Вот сегодня получаю на e-mail сообщение просто от какого-то пользователя. Дайте телефон Артема Дзюбы. То есть даже за телефонами? Да, телефон очень часто. Я даже у нас в социальных сетях написано там в группе, что телефоны не раздаем. Но люди все равно пишут. Или пообращаются по каким-то своим личным проблемам бывает. Или даже по общественным. Но, к сожалению, мы не можем разбирать. Мы не какой-то суд, даже не третийский суд, чтобы разбирать чьи-либо конфликты. Пишут даже, ну, начиная там от, что помогите, там у меня что-то соседам проблемы. Потом у нас плохая экологическая ситуация. Ну то есть море, море историй. И заканчивая, был забавный такой запрос. Человек писал, знаете, у меня скоро свадьба. И моя супруга будущая просит, чтобы на нашей свадьбе был Дмитрий Медведев. Не могли бы его пригласить? Скажите, Вован и Лексус, это откуда вообще пришло? Как придумывались эти, скажем так, вторые имена? Или как правильно, скажите, как придумывали? Ну, очень просто. Производные от наших имен. Мы просто не думали, что так это далеко зайдет. Есть такой сайт пранкерский, старый классический. Когда мы там регистрировались, просто там не пишут никто. И имена, понятно, никто так не регистрируется. Тем более в те времена, когда мы это делали, ну, никто не думал из нас, что так далеко это зайдет. Вот, что там какие-то никнеймы, они будут так известны. Так что, конечно, с одной стороны, наверное, не очень как-то это слышать, да? Там Вован и Лексус. Ну, вот это уже какой-то бренд. Вы узнаваемые личности, как вы считаете? Относительно кого? Относительно людей, которые вас встречают где-то в общественных местах, где-то, где вы появляетесь. Ну, это, наверное, один из показателей, когда люди узнают в общественных местах. Относительно президента России неузнаваемые. Неузнаваемые. Относительно даже Филиппа Киркурова тоже. Ну, относительно персонажей, которые ведут программы, ну, бывает, подходит кто-то, бывает, спрашивают, узнают. Кто-то не подходит, кто-то так видит. Ну, наверное, да. Не, узнают, подходят, так что это даже... Иногда даже думаешь, вот, блин, что-то как-то не очень ужасно. Много сегодня подошло иногда, когда кто-то подходит. Ну, как хорошо, в принципе, приятно же, все-таки приятно. И подходят же нормальные люди, адекватные, там, просят фотографироваться, какие-то вопросы задают. Вот, так что... Ну, были, конечно, какие-то курьезные моменты. Там какие-то... А, помню, мы как раз были в Думе, и в лифте мужчина, как ни странно, был в очень сильном подпитии. Вот, и он нас звал продолжить это подпитие с ним. Как бы мы так отказались, потому что это несколько не то место, наверное, где этим заниматься, тем, наверное, с какими-то странными персонажами. Такое тоже бывает. Ясно. Вы сегодня будете встречаться с общественностью вечером, придут с новыми или, как уже для вас, привычными вопросами будут задавать. А чего бы вы хотели от этой общественности, может быть, услышать? Или с кем-то, может быть, тоже пообщаться? У вас есть некие, может быть, вопросы, которые вы хотите задать? Ну, если там придут студенты-журналисты, первым делом мы хотели бы задать вопрос, зачем вы вообще тут сюда пошли. Как вы себя видите в этой профессии в будущем? И вообще... Исходя из этого, будем уже смотреть, какие вопросы будут задаваться нам. Но вообще журналисты, как вы считаете, должны приносить все-таки больше пользы, да? Это одна из главных задач и целей. Как и любые профессии. Сейчас, к сожалению, несколько престиж профессии упал, потому что очень много информации, и сейчас не нужны журналисты, а нужны копипастеры, когда надо просто скопировать где-то абзацы, поставить какой-то очень кликабельный заголовок, главное просмотры, а содержание это не имеет значения. И какие-то там расследования, это отходит уже на пятый-десятый план. Главное дать новость первым. И плюс, а что будет внутри этой новости, это уже как-то так, не так важно, к сожалению. Спасибо вам за общение. Вам хороших встреч, хорошего общения. Будем следить за вашим творчеством и узнаем-таки, кто будет следующий на розыгрыше. Очень скоро. А я прощаюсь с нашими телезрителями. Напоминаю, сегодня у нас в гостях были Алексей Столяров и Владимир Кузнецов. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»